Научиться любить себя – одна из важнейших вещей, которые мы можем для себя сделать. Любовь и сочувствие к самому себе – это то, над чем следует работать в самую первую очередь. Это очень глубинное чувство, такое же, как и сострадание к себе. В Библии говорится «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь чаще всего сокращается до «возлюби ближнего твоего», а о второй части «как самого себя» обычно забывают. Но в Писании четко сказано «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если вы не способны полюбить себя, как вы сможете любить ближнего? Если вы не принимаете себя, как вы сможете принимать других людей? Если вы не можете простить себя, как вы сможете простить кого-то другого? Ведь для того, чтобы строить с людьми взаимоотношения, помогать им, проявлять любовь и сочувствие, да и в целом ощущать себя частью общества, необходимо прежде всего полюбить самого себя. Поэтому отсутствие любви к себе – это чудовищный эгоизм. Задумайтесь об этом, задайте себе вопрос, почему я настолько эгоистичен, что не могу полюбить и принять себя? Одну из причин я вам назову, потому что мы все находимся во власти иллюзии, что мы должны быть идеальны. Совершенство – это иллюзия. Вы никогда не будете идеальным супругом, никогда не будете идеальным родителем, никогда не будете идеально выполнять свою работу. У всех у нас всегда будут трудности, с которыми придется справляться. Но если вы способны сочувствовать окружающим, почему бы не проявить сочувствие к себе? Чтобы быть сильным, нужно любить себя и любить не вопреки своим недостаткам и несовершенствам, но и за некоторые из них. Может быть, это ваша особенность, может быть, это то, что делает вас уникальными. Позвольте себе влюбиться в себя и сделайте это своей ежедневной практикой, влюбляться в себя каждый день. Тогда вы будете способны искренне любить других людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok